Мы очень рады возможности проведения в стенах Первого Санкт-Петербургского государственного Медицинского университета, уже второй школы по медицинской реабилитации, которая посвящена вопросам практического применения МКФ и практического внедрения новой биопсихосоциальной модели в медицинской реабилитации. Исключительно важная, значимая тема, которую мы можем обсуждать на хорошем уровне. Это уже вторая школа, и в рамках такого двухдневного мероприятия, пригласив наиболее значимых спикеров в этой области, мы обсуждаем актуальные вопросы внедрения мультидисциплинарной пациент-центрированной, проблемно-ориентированной реабилитационной помощи в реальную работу клиник. Это очень непростая тема, которая требует особого отношения в плане тщательности подготовки всех вопросов. Практически получается так, что мы разрабатываем новую технологию, совершенствуем ее, и каждая площадка, каждое обсуждение, каждая конференция, которая этому посвящена, является определенным шагом определенной вехой на этом пути. И сравнивая то, что мы обсуждали год-два тому назад или в рамках первой научно-практической школы, которая проходила в прошлом году, мы понимаем, что на самом деле путь пройден достаточно большой. Сейчас мы обсуждаем детали работы каждого члена мультидисциплинарной бригады в категориях МКФ, международной классификации функционирования и ограничения жизнедеятельности. Это вообще новый подход, и сейчас с большим удовлетворением нужно признать, что этот подход уже близок к реализации. Мы уже получаем от специалистов, которые вовлечены в реабилитационный процесс, ответную реакцию в виде подтверждения эффективности вот этих новых подходов и нашей правоты. Это большое удовольствие, большая радость, но впереди у нас значительно больше работы, чем мы уже успели проделать, потому что реализация биопсихосоциальной модели оказания медицинской помощи – это революционное преобразование, но время ставит перед нами такие задачи. И сейчас, когда мы должны возвращать людей в строй, другой подход будет неэффективен. Итак, биопсихосоциальная модель болезни, биопсихосоциальная модель оказания медицинской помощи и прежде всего реабилитационной диктует мультидисциплинарность, которой мы должны обучиться, мы должны научиться взаимодействовать внутри мультидисциплинарных команд, мы должны отточить это мастерство. Это проблемно-ориентированный подход, когда мы не имеем возможности, времени и ресурсов заниматься неактуальными проблемами, тратить свое время, время наших пациентов, у нас его просто нет на то, чтобы использовать технологии, менее эффективные, скажем, или направленные не на решение актуальнейших проблем пациента. И мы в рамках нашей биопсихосоциальной модели реабилитации, наконец, переходим к персонифицированной помощи, к пациентцентрированной помощи, когда пациент оказывается в центре, нашей мультидисциплинарной командой становится, по сути дела, ее членом. Также можно сказать и о родственниках пациента, которые тоже должны быть вовлечены в реабилитационный процесс. Международная классификация функционирования и ограничения жизнедеятельности здоровья является той самой мультидисциплинарной платформой, которая позволяет систематизировать полностью всю реабилитацию. Для начала оценить состояние пациента, разработать на основании этого состояния программу реабилитации, поставив цели и задачи реабилитации, распределить задачи по мультидисциплинарной программе, оценить эти результаты, при этом использовать знания и возможности всех специалистов, которые входят в эту мультидисциплинарную бригаду. Самое сложное, что сейчас происходит, это соединить различные ведомственные подходы к реабилитации. То есть медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, педагогическую реабилитацию и так далее. Когда мы добьемся этого, мы получим хорошее развитие системы реабилитации в нашей стране. И МКФ является той самой платформой, которая позволяет достичь этого. Я врач медицинской реабилитации и эрготерапевт. Меня зовут Ася Доброжанская. Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. Я считаю, я очень рада тому, что в нашу жизнь реабилитологов приходит МКФ, потому что это единый язык, на котором смогут говорить между собой не только члены мультидисциплинарной бригады, но и в целом специалисты, занятые в восстановительном лечении. Потому что только единая система взглядов и подходов, которой МКФ и является, единый инструмент, которым является МКФ, она дает вам возможность действовать целенаправленно и говорить друг с другом, понимать друг друга и развиваться вместе. Защеринская Александра Робертовна. Я клинический психолог 26-й городской больницы. Работаю на третьем неврологическом отделении для больных с УНМК. Работаю в мультидисциплинарной бригаде. Работаем с МКФ. Что дала система МКФ? Во-первых, это слаженность команды, это работа в команде, это некий разговор на общем языке. МКФ помогает структурировать психологам свою работу, сочетать цели реабилитации и цель коррекционной работы. Стало проще ставить задачи, ставить цели, добиваться конкретного результата. С пациентами стало возникать меньше трудностей, когда пациент ведется с самого начала и до конца реабилитационного процесса. Я Старцева Алена Викторовна, я логопед, работаю на третьем неврологическом отделении в 26-й городской больнице. Я работаю в мультидисциплинарной бригаде. Мы давно достаточно используем МКФ, что позволяет нам говорить на одном языке между коллегами, что улучшает на работу по реабилитации пациентов, как при нарушении речи, так и при остальных функциональных нарушениях. Мы достаточно четко можем сформулировать потребности пациента с помощью МКФ, что нам мешает, что нам помогает в реабилитации. Мы можем использовать знания других специалистов мультидисциплинарной бригады для того, чтобы улучшить свою непосредственно логопедическую помощь для наших пациентов. МКФ позволяет более комфортно работать в рамках мультидисциплинарной бригады, потому что это один язык, понятный всем членам мультидисциплинарной бригады. Здравствуйте, меня зовут Ощепков Александр Дмитриевич. Я работаю в государственной больнице номер 26 физическим терапевтом. В своей работе я использую МКФ, что позволяет мне удобно выстроить реабилитационный план, составить дальнейшие краткосрочные и долгосрочные задачи и выстроить план в мультидисциплинарной бригаде, что позволяет мне больше понять о пациенте, о его заболеваниях, его проблемах, активности, участия, факторы среды, что можно будет объяснить родственникам, с какими проблемами столкнуться с пациентом и реализовать, и решить их в дальнейшей реабилитации. Я очень рада, что международная классификация функционирования и дисфункции наконец будет работать в России, как она работает во многих других странах. Рада, потому что я с ней начинала работать давно и в других местах, и мне очень радостно действительно, что это будет работать в государственной структуре оказания репутационной помощи. На мой взгляд, без международной классификации функционирования построить грамотную, правильную реабилитацию практически невозможно. Наша конференция, вторая школа петербургская по медицинской реабилитации, в этот раз посвящена использованию международной классификации функционирования. МКФ – это инструмент, который был давно придуман Семерной организацией здравоохранения и интересен в разных областях медицины и не только. Наш опыт и наша работа фокусирует внимание по использованию МКФ в медицинской реабилитации. И сейчас на высоком уровне происходит внедрение этой системы. У нас есть определенный опыт, и на этой конференции мы собрали людей, кто практически пользуется МКФ, и удалось действительно на простых примерах показать, как используется МКФ для управления процессом реабилитации. Это очень большой шаг, и то, что сейчас в Минздраве будет внедрена МКФ, наш опыт, опыт тех коллег, кто принимал участие в конференции, позволит за счет внедрения повысить качество реабилитации и собирать больше информации о инвалидности, и также стимулирует наше развитие, поскольку использование МКФ повышает компетенции специалистов и делает работу более профессиональной реабилитолога. Продолжение следует...